Сейчас на территории Кубани остался единственный крупный отрезок, не считая развязок, на котором идет ремонт. Это 50 километров дороги от Василковского района до Краснодара. Пустить движение на этом участке рассчитывают в начале июня. Возможность быстрее закончить все работы сегодня обсудили губернатор Александр Ткачев и председатель правления Автодора Сергей Кельбах. По его словам, в госкорпорации для этого приложат максимальное усилие. Надо не замыкаться на сегодняшний день, а весь узел как раз северной части Краснодарского края. Это проект, о котором, наверное, многие наслышаны. Краснодар-Абинск-Кабардинка, сейчас он Краснодар-Абинск-Новороссийск, можно назвать. Мы перешли в практическую фазу его проектирования. Во многом также строительство трассы Краснодар-Абинск-Новороссийск станет частью новой дорожной инфраструктуры Кубани, которая разгрузит Краснодар, вместе со строительством моста в районе Елизаветинской получится обход краевой столицы, который перераспределит потоки автомобилей, движущихся в Крым из Москвы, Волгограда и Астрахани. Должданный проект для нас с вхождением Крыма, Краснодар, объезд Краснодара. А значит, поток мы выведем из города. Это тоже ключевое направление с развязками, с объездом, с осветлением, естественно, на Крым, полуостров, через мост. Мы разгрузим основные наши трассы, подъезды к городу. Естественно, транзит, который идет весь на Крым, который сегодня, конечно, во многом мешает и закупоривает наши дороги. Естественно, во многом их разрушает с учетом огромного транспорта, большегрузных машин и так далее. Поэтому это новая дорога, это новое строительство. Не один десяток миллиардов рублей. Я думаю, что для нас это тоже даст такую серьезную отдышку и возможность развивать нашу экономику. И получать дополнительное количество туристов уже непосредственно из Крыма или люди, направляющиеся в Крым, безусловно, будут посещать и курорты нашего края. В крае уже создана рабочая группа совместно с представителями «Автодора», которая начала работу над проектированием новой дороги. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.